Это почти реальная история произошла в Италии в 1529 году, в году, в котором испанский король Карл V, после победы над французским королем Франциском I от папы Климента VII в Болонии, был коронован императором. Однако вскоре после войны было распущено много наемных солдат. Под предводительством предприимчивых капитанов они пересекали множество земель обширной территории Италии и разграбили множество территорий. Также оказывали услуги испуганным феодалам, которые после войны забаррикадировались за стенами своих замков. В прибрежных районах страны доминируют корсары-сарацинны, которые мародерствовали внутри страны, высаживаясь из своих кораблей. Ты действительно нас покидаешь? Я снова вернусь. Я желаю тебе как можно быстрее найти этого человека, которого ищешь, чтобы скорее прекратить скитаться от замка к замку. Я определенно найду его в ближайшее время. Я надеялся, вы еще останетесь пару дней в нашей таверне. Да, немного хороших людей найдется в наше время. Пойдете в замок? Да. Двое неизвестных приближаются к замку. Ваша Светлость, я бедный астролог, позволю себе постучать в ваши ворота. Мне предоставлено знать секреты звезд и земли. Я все знаю о вселенной и о судьбах человеческих. Я пишу вам будущее, и когда придет счастливая любовь, о собственной удаче, удаче вашего оружия, ваших друзей или врагов. Вы все от меня узнаете. Будете наслаждаться моими рассказами о жизни в Европе. Немедленно убирайтесь. Здесь нет места для негодяев и таких бродях, как вы. Венера сегодня враждебна, и в нем Меркурия и зальется на вас. Еще ни один замок не отказал мне в приюте к капитану. Дервинская таверня как раз хорошо вам подойдет. Убирайтесь, или хорошая озвучка укажет вам дорогу. Эй, если даже на Меркурии написано, что сегодня поколотят, лучше уж не настаивать. Нет, там так не написано. Еще немного по дурям и нам поверят. Вот посмотришь, нам откроют ворота с честью и достоинством. Побудьте здесь еще минуту, и у вас не будет времени жаловаться на свою судьбу. Капитана, давайте сейчас откроем ворота. Гостеприимство не исключено. Открыть ворота. Джон Дерек в фильме «Корсар красного полумесяца». «Корсар красного полумесяца» «Корсар красного полумесяца» «Корсар красного полумесяца» КОНЕЦ 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 Охрана, взять его, не позволяйте ему идти. Держи. Поконим быстро. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно получилось. Сегодня ночью пытался убить капитана. Но и должны же быть причины все же, что это был за человек. Молодой парень. Тогда это еще более таинственно. Вы видите, что капитана заставит его говорить. Это точно. Да. Между прочим, что касается капитана. Выбор доставляет ему слишком много. Мастер Анцельма со своими наемниками без сомнения едят слишком много. Мы должны быть более экономными. Я делаю все возможное, господин барон. Я получаю слишком мало. Мало? Тем не менее, есть множество клинков из настоящей отличной стали, которые вы могли бы купить для нашего капитана. И при этом в контракте оговорено, что расходы на вооружение за мой счет. Расходы на раненых и убитых 50% за мой счет. Так что все в порядке. Но не забывайте, что вас в вашем замке еще никогда прежде не приходилось по-настоящему защищать. Как это умеют делать настоящие солдаты? Капитан Атекармон имел в виду... Что вы говорите? Не забывайте, барон, что я имел честь служить великому императору Карлу V. И я с моими наемниками лучший в этой ужасной армии Фундерсберга против Франциска I. В битве при Павеа. А, Павеа. Хороший город и богатый. Между прочим, при этом хочу вам напомнить, что запасы пороха для пушек почти на исходе. Я вообще больше ничего не покупаю. Довольствие при Карле V вас испортил. А ведь он король Испании и многое другое. Он может вести войны, а я нет. Воины стоят дорого. Что война по сравнению с этим? Замок всегда находится под угрозой. Вот, например, этот парень, который проник сюда вечером, хотел что? Только меня одного убить? Или вас так же? Вы нуждаетесь, как теперь видите, в порохе для пушек. Это как? Что значит, из этого юнца вы желаете устраивать канонаду? Почему ты хотел убить капитана? Кто тебя послал? Говори, кто ты. Говори. Говори. Будешь ли ты сейчас говорить? Я скажу, скажу. Но я буду говорить только с капитана. Только с ним одним. Как вы находите мои розы? Разве они не чудесны? Не думаете ли вы, что вы слишком много внимания уделяете розам? Вместо оружия. Кроме того, что заканчивается порох. Они, эти пушки, старые, изношены. Ну, в конце концов, они все еще стреляют. Не забывайте. Что делать, бедному человеку? Хотел бы заметить. Если вы намереваете жениться на моей племяннице, то этим не сделаете себе хорошую сделку, так как моя племянница не имеет ни гроша приданного. Но она унаследует замок. А, он старый и весь уже рушится. И кроме того, она получит его только после моей смерти. А я не спешу. Капитана Заключен, наконец-то, будет говорить. Но только с вами. Капитана Алонзо де Кармона прибыл тебя послушать. Итак. Разве не узнал меня? Хуга Ван Берг. Что ты сказал? Оставь его. Когда ты бросил меня в темницу, я был еще мальчишкой. Но тебя я узнал, даже если ты изменил свое имя. Ты убийца. Капитана, должен ли я его прикончить? Нет. Только пытками ему можно хорошенько разговаривать. Он знает мое настоящее имя. Я должен узнать, кто еще стоит за этим. Курьер по приказам короля Испании. Имею честь доложить, что инфанта Катерина, сестра нашего любимого правителя Карла Пятого, делает вам честь посетив этот замок, чтобы отдохнуть здесь со своим окружением. Инфанта Катерина. О, ну что же я сделал, чтобы заслужить такую честь? И как много персон будет сопровождать ее прелесть? Ее миловидно сопровождает маркиз де Грегос от Виконта де Гранде, кроме того офицер, кучер и десять солдат в сопровождении. Чудесно. Только жаль... Жаль, что у меня как раз обязанности в Флоренции. Да, в Флоренции. Доложите его высочеству, что барон Доль Альфонсо де Кармелата все сделает, чтобы принять ее высочество здесь, в своем замке. Без малейших сомнений ее приказ будет исполнен. Здесь будут ждать. Это меня разорит. Так много персон. Я должен медленно уведомить мою племянницу, где она. Она со своими служанками и с этим шарлатаном слушает его истории. Я сам и сообщу. Двое влюбленных сердца искали любви почти целый век в небесах, до тех пор, пока поверили в ангелы. Их воссоединение произошло настолько страстно, что они разлетелись на осколки в небе. И теперь каждый осколок – это звезда на небосводе. Удивительная история. Если только все это правда. Конечно, такая же правда, как то, что я перед вами. Что за история-то просто дурачество. Ах, да. Когда вы родились? 23 апреля. Ну что это значит? Все. Все. Телец, бык. Это значит очень высокомертный, болтливый и имеет склонность дерзить. Видите, сейчас он все это вам дал. По его мнению, в моем возрасте он может это дать, да? А что ты там делаешь? Это мой испытанный бальзам для волос. Я надеялась, что вы расскажете нам хорошую историю. Это лучшее, что можно услышать в настоящее время. И мой друг вам сейчас расскажет. Я раскрою вам историю от корсара Надера Эль Крим и его властвования на море. Ах, это властвование длилось недолго. Корабль папы был уже в пути и его настиг. Ах, они никогда его не схватят. Говорят, что это не человек, а скрытый монстр. И кто же так говорит? Все, кто ступал с ним в схватку. Ну даже не так. Мертвые совсем сказать ничего не могли. Но в всяком случае, мне кажется, что эта история не так, которая годится для молодых девушек. Может быть, лучше, как рассказ для любимой девушки, не от корсара, а от любимого человека. Тогда да. Анжела, может, споешь разок песню «Волшебная ночь»? Ах, нет. Ну все же, Анжела. Ты любила петь ее для нас. Да, Анжела, пожалуйста, спей все же. Ну смелее. Вы ее знаете? Ну что же, я сделаю все возможное, чтобы найти правильный аккорд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, к сожалению, вынужден прервать такое приятное общение. Но у меня важное сообщение для вас. Ее миловидность Инфанта Катерина, сестра короля испанского Карла V, прибудет сюда завтра. Она находится сейчас по дороге в Рим. Инфанта Катерина прибудет из Мадрида. Кто знает, что за новости она принесет. У нее будет прекрасное платье, которое я смогу перенять. И будет празднество и захватывающие банкеты, и много работы для всех. Пойдем уже, давайте. И возьмем с собой все ваши вещи. Я надеялся, что это известие доставит вам радость. По крайней мере, мы снова увидим новые лица. Как насчет того, если вы кое-кого из вашего окружения наделите большим вниманием? У вас, например. Вы знаете, что я испытываю к вам? Да, и это только глупо. Ваш дядя желает, чтобы вы не теряли время в ожидании прибытия Высочества. И нужно все приготовить. Я бы вам посоветовал быстро исчезнуть отсюда. Мы здесь не все так гостеприимны, как дама Анжела. Это действительно очень жаль. Ой, инфанта. Я бы охотно с ней познакомился. Она очень хороша, говорю вам. Что ты себе позволяешь. Почему что это дурно? Если бы не были гости, я бы вас научил хорошим манерам. Но и вы сделайте это. Вы также, капитана, научитесь вести себя почтительно. Я надеюсь, вы простите его за плохие манеры. Он уверен, был рожден в знак осла. Давай уже, девочки, пошли. Почему вы не ушли с другими? Неужели я должен такую красивую девушку оставить грустить и уйти? Но я все же не грустна уже. Ваши рассказы развеяли мою грусть. Я бы легче в это поверил, если бы не ваши глаза. Они вас выдают. Что же вас беспокоит? Вы знаете много историй, не так ли? Если речь идет о таких историй, как у меня, то лучше ими поделиться. Я думаю, достаточно того, что вы астролог. Нет. Нет. Множество людей, к примеру, не верят в судьбу. О, я верю в свою судьбу и могу вам точно рассказать, что меня ожидает. Я буду пожизненно заключена здесь, в этом замке, с единственным желанием вырваться на свободу, так, как вы. Там на свободе не всегда так замечательно, как это может казаться. Что вы на то, если бы я вам сказал, что я вынужден бородяжничать? Мне настолько это грустно, как быть здесь в заключении. Если быть такой красивой, как вы, тогда можно так не печалиться. Итак, не бойтесь. Улыбнитесь для меня. Улыбка это так мало по сравнению с вашим сочувствием и пониманием. О нет, она будет со мной по всей Европе. Однако, что же вынуждает вас так далеко бродить по миру? Сейчас я разыску одного человека, но я знаю только его имя. Это женщина? Нет, нет, это мужчина. Это так важно. Более, чем любовь. Вот. Я бы хотел, чтобы вы это взяли. Это напомнит вам обо мне, и вы будете улыбаться. Это он тебя сглазил, или ты его? Ах, что ты снова говоришь такое? Странствующий поэт. Я не думаю, что он астролог. А мне он показался отзывчивым и симпатичным. Гельтруде, я должна выбраться отсюда. И что это только тебе в голову понаприходит после общения с этим человеком. Ничего. Но я не могу выйти замуж за капитана де Кармона. Поможешь мне сбежать. И куда бы ты хотел уехать? Подальше. Может быть, вероятно, я бы присоединилась к окружению инфанта Катерины. Ах, не беспокойся, вот увидишь, все будет хорошо. Главное, ты должна всегда улыбаться. И ты, Гельтруде, говоришь мне это точно, как и он. Слева, вверх. Вправо, влево, вверх. Смотрите, парни, что за великолепный толстяк. Почему бы нам бы на нем и не потренироваться, как раз подходит. При первом ударе из него выйдет весь воздух. Достаточно, господа. У нас сейчас нет времени, чтобы с вами играться. Мы идем. Нет, пока не получите обещанный урок. Как я уже говорил, мы бы охотно задержались, но у нас нет времени просто. Но я уверен, астрология и оружие нехорошо совмещаются между собой. А есть у вас какое-нибудь оружие? Это должно быть весьма интересно. Осторожно, сейчас подрежу ваши ушки. Защищайся. Ты пройдоха. Я должен бы приказать отстегать бытие кнутом, но я хочу насладиться твоим страхом. Я тебе покажу, что значит видеть звезды. А теперь молись своему Меркурию, чтобы он тебя защитил. Ой-ой. Какой хороший удар, а это опасные вещи. Дуджли иметь удовольствие и снова встретиться с вами. И надеюсь, тогда найдется фигура получше. Может быть, тогда капитан будет не в таком хорошем настроении. Пусть эти мошенники убираются отсюда. Что вы здесь делаете? Давайте тренироваться. Построиться. Готово? Право, лево, сверху. Рето, лево, лево, лево. Рау! Рето, лево, лево, лево. Рау! Рау! Что-то ты быстро, Гальтруда. Платье уже готово? Что же это? Почему ты не отвечаешь? Что вы здесь делаете? Немедленно покиньте мои комнаты. Я приказываю вам немедленно покинуть. Вы что, не понимаете? Бирайтесь. Почему вы отказываете мне удовольствия восхищаться вашей красотой? Однажды ты будешь моей женой. Я бы предпочла быть запертой в монастыре. Почему вы меня сторонитесь? Бирайся. Отпустите меня. Ты так красивая. Вы должны меня отпустить. Капитана. Капитана, если вам нужен поцелуй, я его вам дам. И оставьте эту комнату. Иначе в противном случае я ваше лицо приласкаю вот этим вот горячим утюгом. Помните, что лучше есть так, когда я друг, а не враг. Сейчас это будет действительно лучше, если ты отсюда исчезнешь как можно скорее. Я попробую поговорить с сестрой короля Испании. Сразу завтра утром. Капитана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это такое? Разве я не говорил, что мы должны экономить? Только один этот обед сделает меня нищим попрошайкой. А теперь еще и та расточительная канонада. Тогда мы будем в следующую войну стрелять поменьше. КОНЕЦ Я благодарю Ваше Высочество за честь поприветствовать вас в своем замке. Я у вас слышала много хорошего, барон. Моя племянница Анжела и капитан де Кармона. Он уже служил в армии вашего брата. Маркиза Те Грегус и мой несравнивый друг Пекон Дигант. Очень большая честь для нас. Сюда, пожалуйста, Ваше Высочество. Что ты здесь делаешь, дабы убирайся отсюда? Шай, стой там, в своей таверне. Если кто тебя послал стянуть что-нибудь, скажи своей черне, что ничего вас не ждет, кроме объедкого стен от банкета. Омары из Теренского моря, креветки от амальфи. Цанбрасы по-итальянски. Великолепно. Королевские фазаны с грибными шляпками. Запах такой аж опьяняет. Великолепно, барон. Искусство кастильских пастухов. Вашу честь, Ваше Высочество. Спасибо. Сицилийский мороженый торт. Великолепно. Ничего, было слишком дорого. Все, чтобы удовлетворить Ваше Высочество. Да, к сожалению. Итак, на что решится Ваше Высочество? Могу ли я попросить яйцо всмятку? Что вы сказали? Вареное яйцо. Но это... Тут столько чудесных. Мне очень жаль, но это совет моего врача. Я понимаю. Как жаль. Николай. Яйцо для Ее Высочества. Что яйцо? Да, яйцо. Одно. Яйцо для Ее Высочества. Николай. Предлагаю всем гостям испробовать понравившееся яйцо и пусть вино принесет радость во все Ваше сердце. За благополучие Ваше Высочество. Наша знаменитая персона Инфанта Катарина Испанская и владелец замка Декамераланта. За благополучие всех дам и кавалеров. Давайте, Мессир. Это тебе повезло, что Те Чио очень занят через прибытие Инфанты, поэтому он не может сейчас возиться с тобой. Почему бы тебе не рассказать ему все, что знаешь? Так будет быстрее. Штрык, и тебе не придется более страдать. Что за глупый мир? Этого должны пытать, чтобы он заговорил. А мою жену должны пытать, чтобы она хотя бы немного держала рот на замке. Я слышала, что много итальянских артистов гостит при дворе в Мадриде и высоко ценят там их искусство. Но все же мы более ценим власть. Не стоит забывать, что наше государство – это где всегда светит солнце. Я очень чувствительна, когда идет о свидетельствовании дружбы и уверена, что король, мой брат, этот прием высоко оценит. Ну да, король должен выполнять все свои обязанности. Правда, сейчас Карл постоянно нервничает относительно этих территорий, которые обнаружил этот ганузаинский моряк. Как же его зовут все же? Ах, колумб. Не могу просто запомнить такие имена. Были ваше высочество там хоть раз? Я, конечно же, нет. Это территория, где обитают дикари. Они носят странные пестрые одежды. У них много золота. И они танцуют сумасшедшие танцы, которые уже укачут, как морская болезнь. Я не знаю, станет ли это открытие Колумба знаменитым. О, это была навязчивая идея моей бабушки, Изабеллы Кастильской. Это она не могла противостоять этому вспыльчивому ганузуэнцу. И дала ему средства и корабли для его компании. Весьма внушительно, если откровенно. О нет, виконт. Посмотрим правде в глаза. Три ореховые скорлупы в качестве кораблей и несколько товаров этой страны нам стоили только пять тысяч арагонских талеров. Пять тысяч арагонских талеров? Это еще слишком много для такой дикой страны. Что такое? Что здесь происходит? Пустую растрачивает мой порох. Они меня разорят. Это был пушечный выстрел. Восьмидимые пушки. Турецкого производства. Два фунта заряда на один выстрел. И кто стрелял? Не волнуйтесь. Мой брат ссорится с Францем Первым. Ах, как глупы эти мужчины с их глупыми военными играми. Ваше Высочество. Невероятный инцидент. Что такое? Пиратский корабль. Корсары. Варвары. Он находится напротив замка и угрожает нам своими пушками. Корсары. Быстрее. Быстро все в замок. Женщины, спрячьтесь. Женщины, спрячьтесь. Мы идем к деревню к замку. Вы следуйте за мной. Ай, вы там в замке. Слушайте меня. Я обращаюсь к вам от имени нашего лидера Надир Эль Крима, который приветствует вас и сообщает, что у вас есть один час, чтобы открыть свои ворота замка. За это он обещает вам сохранить жизнь. Но если это предложение не будет принято, тогда наш корабль откроет беспощадный обстрел замка. Мы нападем и покорим замок, и будем мы грабить и убивать. Скажите вашим людям, что мы солдаты и имеем достаточно оружия, чтобы отразить вашу атаку. У вас есть один час. Что ты говоришь? Надир Эль Крим? Да, Надир Эль Крим. Знаешь кто он? Опасный корсар. Надир, послушай, ты должен так не сбежать. Нет, нет, не смейся, все же. Я дам тебе все, что ты захочешь. Хоть убей меня. Но я должен выбраться отсюда. И где ты возьмешь золото? Среди камней и подземелья, что ли? Ты что думаешь, я действительно дурак? Почему вы ждете, вместо того, чтобы изгнать этих варваров с ихними пушками? Это неприятно допустить, но вы должны знать, я нахожусь сейчас в крайне тяжелом положении, так как наши запасы пороха практически исчерпаны. Что это вы говорите? Сейчас мы истратили последний порох залпами в вашу честь. И что же это за преимущество дает вам замок, если вы даже не можете отбить атаку горстки пиратов? Господа, подумайте своей головой. И я ожидаю услышать ваши планы в ближайшее время. Жалкие, паршивые собаки. Аллах должен дать вам подохнуть, как свиньи. Едва ли мы пристали к берегу, у вас в головах только грабеж, прежде чем мы одержали еще победу. Он чертовски прав. Возможно. Но нет среди людей в деревне, дружественных к нам, которые ждут возможности занять замок. Мы закончим сумасшедшим домом, если ты будешь нашим предводителем. Прекратите это. Меньше болтовни и каждый на свой пост. Первонаперво должна быть организована защита. Нет, атака. Это известное правило стратегии. Герцог Ролан сражением к чертям этого герцога Ролана. Мы все же не можем инфанту подвергать риску сражаясь. Не говоря уже про обстрелы. Нам не остается другого выбора, как попробовать договориться с корсарами. Никогда дворянин не будет договариваться с таким забродом. Вы могли бы купить пороха для наших пушек. Этого у них много. Да, хорошая идея. Болван, если вы думаете... А вы успокойтесь. Я не говорю, что вы должны вести переговоры с этими людьми, дорогой Виконг. А также и то, что вы должны оплачивать это из своей шкатулки. К сожалению, нет. Мы поручим это нашему отважному Ансельму, великолепному Никола. Они лучше всего подходят под эту дипломатичную историю со всем своим необходимым талантом. Баронский герб. Они не имеют героической внешности. Но давайте попробуем их послать к пиратам. Господа, это предупреждение. Баронский герб. « 엇, сэй, слава, слава, слава...» Ну давай уже, а и что это? Парламентеры из замка, уведите их сюда. Приветствую, мастер Энцельма. Привет, Николай. Откуда вы знаете мое имя? О, я все знаю. Вы что, дьявол? Что привело вас ко мне? Что можете мне передать? Мой дорогой господин барон де Кармеланте имеет под своим командованием сотню солдат. Хорошо, будьте солдат. И множество мощнейших пушек. Самые мощные пушки. Только стрелять он не может, не хочет. Так как желает избежать ненужного кровопролития. Ненужного только ему. Давай далее. Твой голос звучит, как у моего отца, который был при смерти. Он умер. Мои сердечные соболезнования. Мой господин предлагает вам, почетный капитан, тысячу золотых монет. Ах, так ваш господин и испанская инфанта и замок стоят только тысячи толлеров? Как? О какой инфанте вы говорите? Вы шутник. Это вы лучше знаете, чем я. Или немного помучать вашу память, чтобы освежить. Инфанта здесь. Здесь она. Лучше передайте своему скопому господину, что я и цента от него не желаю. Это его обрадует. Я желаю от него получить кое-что другое. Я подожду только, что он еще скажет. Почему вы молчите? Что так смотрите на меня? Они не приняли тысячу толлеров. Что ты сказал? У них есть тысяча толлеров, они им не нужны. Может быть еще 500 добавить? Это так бы вопрос решился. Ну, пробовали это. Для снятия осады они выдвигают одно очень ужасное требование. Ужасное. Говори, что они требуют. Ее высочество инфальт. Что? Кого? Проидводитель корсаров Надим Эль Крим. Изменник. Изменник знал, что здесь в замке инфанта. И теперь им нужна инфанта. Одна. Одна. Я рассказал. И сегодня вечером нужно доставить ее на корабль. Что? Он хочет, чтобы она пришла на его корабль. Он что, с ума сошел? Но я это вижу, он будет ее держать как заложницу. Он так одинок, бедняга. Я не понимаю, для чего все это. Эта коварная собака хочет инфанту как заложницу. Как заложницу. Да, из-за этого он обещает нам сохранить жизнь. Жалкий негодяй. Червь. Как это вообще, осмелиться он говорить о таком бесчестии. Стыдно, конечно, это позор, но все же корсар велел не забывать, что в ожидании нашего решения он будет обстреливать замок каждый час. И он держит свое обещание. Я готов пожертвовать свою жизнь ради спасению высочества. Прокажите, что я должен сделать. Но они хотят все же не вас. Мой юный друг, если вы действительно готовы рискнуть своей шкурой, так у вас есть возможность. Неподалеку находится король с его армией всадников. Нужно просто добраться к нему и позвать на помощь. Но замок окружен. Найдется способ выбраться. Позовите немедленно мою племянницу. Она знает все секреты этого замка. Мой брат и ее отец построили его. Альфера Баскес. Браво. Я прибыла в правильное время, чтобы услышать и узнать, что в моем окружении есть настоящий мужчина. Я благодарю вас и с этого момента рассматриваю вас как лейтенанта Баскеса. Если мы благодаря вам вернемся в Мадрид, лейтенант, вы будете рассматриваться как мой поклонник. Баронесса Анжела, я слышала, что вы знаете секрет, и мы сможем выйти из этого неприятного положения. Я запомню и отблагодарю вас за наше спасение. Спасибо Ваше Высочество. Отдвиньте камень в сторону и ниже увейте коридор, ведущий в подземный ход. Следуйте ним, и вы попадете в поле. В любом месте вы сможете найти лошадь. Удачи. 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 Смотрите там. Вперед. Удачи. 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 Поехали! Розовый! Знаете такую форму? Ни разу не видели еще. Это разве не оруженосец испанской инфанте? Может быть. Но я уже долго как не был в Мадриде. И ваш друг ускользнул. Куда же он направился? Я не знаю куда. Тогда я знаю. Уведомить королям. Прежде чем король сюда нагрянет, я буду уже далеко в море. Улепетывай свой замок и скажи, что в течение часа жду ответа. Надир, это хороший человек, не убивай его. Сейчас было бы неправильно его убивать. Теперь ты получишь в догонку хороший привет из замка. Ты подлец мерзавец. Теперь мы оба будем расплачиваться за это. Принесите его обратно в замок. Это возмутительно. Убили одного из моих самых верных людей. И никто ничего не предпринимает. Что было действительно запланировано, как приятное путешествие и приятное место моего отдыха, на самом деле превратилось в мишень для сарацинских пушек. И никто здесь не в состоянии меня защитить. Но мы лучше молчите. Вы здесь герои только на словах. Издечные женщины сплетничают, что вы, зная, что прибуду сюда, все же поскупились купить 10 фунтов пороха для пушек. А вы здесь. Вы отважный офицер. Что вы сделали до сих пор? Что вы предприняли? Если представлю себе, что моего брата солдат такие, как вы, то я удивляюсь, как это он сможет выиграть войну. Это ужасно, ваше высочество, ужасно. Не плачьте, моя любимая подруга. Мы закроемся в наших комнатах и будем ждать своей судьбы. И покинем мы их только как свободные. Или умрем от этого яда, который содержится вот в этом кольце. В худшем случае, в случае бесчестия, нас ждет позор. Яд, о, ваше высочество, тогда уж лучше позор. У нас нет времени на оборону. В скором времени мы получим пушечный обстрел. И через час массивное наступление. Мы должны об этом позаботиться. Мы все умрем либо от рук пиратов, либо от суда короля. Мы обои не умрем. У меня есть идея. Слушайте. Что нужно Надир Аль Криму? Чтобы инфанта одна пошла на его корабль. Тогда мы пошли в одну даму, одетую как инфанта с вуалью на лице. А так как предатель не знает инфанты в лицо, нашу хитрость никто не обнаружит, пока король не прибудет сюда. Фантастическая идея. Вы, видно, не заурядный испанец. Очень умен. Спасибо, барон. Но это относится к вашему великому Макиявелле. Я его горячий поклонник. Искусство обмана является фундаментом всей политики. Макиявелле? Тогда я ему сделаю подарок 100 дукатов. К сожалению, он умер в прошлом году. Такой порядочный человек. Он даже вовремя умер, чтобы мне сэкономить 100 дукатов. Мы спасены. Все же, которую даму мы должны на корабль отправить? Ах, Маркиз де Гредес. Маркиз. Это бедное, маленькое, хрупкое существо. Но кого же еще других дам в замке нет? Барон. Что за непростительная забывчивость? Конечно, у нас есть женщина, единственная достойная, представлять инфанту испанскую. И кто же это? Ваша племянница, Анжела это. Что? Вы что, с ума сошли? Дорогой барон. Кто несет ответственность за безопасность инфанты? Теперь я, к сожалению. Итак, если с инфанты упадет хотя бы волос, это позволит королю вас повесить. Повесить? Да, повесить. Это может нам дать историю нового Олаферта. Ваше высочество, Надир Эль Крым приветствует ваш добровольный визит и ждет вас на своем корабле. Мы идем. Ваше высочество, Надир Эль Крым. 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 Вася! 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 Кто ты? Я думал, это солдат Тичина. Тичина? Он твой враг? Здесь только он один. Он меня постоянно избивает. Помоги мне сбежать. Если я буду свободен, я тебя отблагодарю. Мне не нужны подарки. Если это я сделаю, то чтобы досадить Тичина. Ты можешь это сделать. Ну как? Смотри, там ключ. Принеси его сюда и открою здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Что здесь делаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстро иди сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все ловите его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так будет вам удобнее с нами. Я жду вас с нетерпением. Что вы хотите? О, не будем спешить, у нас много времени. На Востоке я научился извлекать наслаждение из ожидания. Не прикасайтесь ко мне. Как пожелаете. Вероятно, это окружение слишком скромное для вас. Но я всего лишь только бедный корсар. КОНЕЦ Это моя личная собственность. КОНЕЦ Прекратите. Я вижу, это вам не угодно. Ваш отказ не затронет мою гордость. И чем же вы гордитесь? Тем, что теперь служите сарацином, или тем, что отвергли нашу веру? Или может быть тем, что при этом вы пробираетесь в чужие дома и там рассказываете девушкам любовные истории? Вы знаете действительно много. Кто вам это передал? Вы сами. И почему вы пришли? А почему вы пришли в этот замок? Почему? Я ищу человека, который находится где-то на побережье. Если я устроил этот маскарад, так только, чтобы его найти. Но и для того, чтобы злоупотреблять в вашем гостеприимстве. А инфанта? Инфанта? Да. Много лет тому, этот человек погубил мою семью и сделал это от имени Карла Пятого. Королевский род при этом также несет ответственность, как и он. И поэтому я желаю, чтобы инфанта была здесь, на моем корабле. Охранник поймал какого-то человека на палубе. Ко мне его. Васко. Как ты? Откуда ты? Из ада. Я был в тюрьме в Пальтаре. Восемь лет. Я бежал. Я искал нашего врага. И нашел его. Кто это? Кто это, Васко? Васко, я должен знать. Скажи мне это, Васко. Васко. Я его узнал. И он подтвердил это, когда начал меня пытать. Его имя. Капитан Де Кармона. Де Кармона? Васко. Он был моим братом. Еще один из моей семьи. На совесть Иван Берга. Завтра рано утром нам будет вернуться в замок. Приготовиться к высадке. Когда начнется битва с корсарами, и это отвлечет их внимание, ваша задача векомет. Ускакать галопом с инфантой в безопасное место. Желаю удачи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Вперед! Тревога! Они идут! КОНЕЦ Путь свободен. Мы уходим. Это вы виновны в этом скандале. Я доложу королю. Вы заплатите за это. Барон без пороха. Поехали. Я не понимаю. Испанцы развлекаются здесь в доме. Чвейцарцы и немцы делают, что пожелают. Белые и черные нападают. Здесь грабежи и убийства. И кто посреди этого? Мы бедные итальянцы. Поехали. 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 Мы отступаем. Их слишком много. Назад в замок. Они делают ноги. А где капитана? Он сбежал. Отсиживается в своем замке. Надир, инфанта сбежала в карете. Проклятие. Мы должны ее догнать. Нужны лошади. Есть немного. Там за пригорком. Я был вынужден послать мою племянницу на этот корабль. Со мной ничего там не произошло. Никто меня там не оскорбил. Я уверен в этом, любимая. Я на собственном опыте убедилась во внимании, которое у меня здесь не было. Я надеюсь, что это правда. Но как объяснить людям? Все будут допытываться подробностей этих неприятных событий. Это меня не волнует. Я тебе верю. Но это останется болезненным происшествием только в глазах общества. Теперь, как я должен тебе сказать, мы подвергаемся опасностям. Однако капитана Человек Чести и предложил тебе выйти за него замуж. Я никогда не выйду за него замуж. Никогда. Понимаете? Она говорит нет. Чтобы носить мою фамилию, нужно многое, чего иметь. Это все должно вам лстить. Вашу фамилию? Какую фамилию? Не я нужна вам, а прежде всего замок и землю. Если вы отвергаете мое предложение, тогда пожалеете. Всю жизнь. И у вас не будет никакого другого выбора, кроме как жить в монастыре. Дай же маленький шанс, моя любимая. Я это тоже сделаю. Нет. Никогда. Как пожелаете. Но я обещаю, что вы никогда снова не покинете монастырь. Карета ее высочества Инфанты со свитой приближается к замку. Как такое возможно, ты уверен? Да, господин барон. Карета приближается. Но снаружи замка они отдохнутся на корсаров. Корсары в основном деревни. Давайте мы быстро опустим мост, и они не успеют опомниться. Господин барон, снова готовить трапезу? Нет, только одно вареное яйцо. Господин барон, отличная новость. Я сам видел. Карета ее высочества возвращается. Подготовить приветственную речь, идиоты. Что вы имеете в виду? Измена. Поднимай мост, тяни вверх. Быстро. Быстрее. На этот раз они в ловушке. Ты снова здесь. Гастролер. Вот смотри, что я тебе дам. Прогоняй украшения на шее. Дайте мне, идиот. На стену. Тогда спустим мост вниз. КОНЕЦ На этот раз мы будем грабить. Охрана, ко мне. Атакуйте. Охрана, ко мне. Охрана, ко мне. Охрана, ко мне. Я мёртвый идиот. Извините. Пророк сказал, умирает и должен улыбаться. Смерть – это несчастье для того, кто за день до своей смерти выплатил свой долг. Все назад. Испанцы идут. Что мы должны предпринять? Все обратно на корабль. Охрана, сюда. Хватите его. Не уходите. Мы не можем оставить его одного. Внимание, Надир. За ним поймать его. Нет, дайте ему скользнуть. Капитану, испанцы идут. Что здесь происходит? Подмога? Подмога. Они идут. Господин барон. Император идёт. Мы победили. Мы победили. Перекрыть все выходы. Кто здесь, барон де Кармелатом? Это я, Ваше Величество. Почему вы не стреляете со своих пушек в этих корсаров? Стреляете? Ну да, но у нас нет пороха, Ваше Величество. Мой клинок вашим услугам, Ваше Королевское Высочество. Солдат достал мне ваши сообщения. Я прибыл вовремя. Хамиху, Хамиху! Диамы, Хамиху! Быстрее, сюда! Хамиху, Хамиху! Хамиху. Я уверен, здесь вас не побеспокоит. Вы ранены. Ничего страшного. Давайте я посмотрю. Уже гораздо лучше. Ваша нежность исцеляет меня. Спасибо. Что же с вами? Мои люди уплывают прочь. Без вас? Вероятно, они думают, что я мертв. Или этот он почему-то их уводит. Но вы могли бы их еще догнать. Я покажу вам секретный ход. Пойдемте быстрее. Я должен отказаться отомстить своему врагу? Да, вы должны отказаться, чтобы спастись. Ваше Величество, мы сделали все возможное, чтобы избежать этого кровавого конфликта с корсарами, где вся наша жизнь была в опасности. Но особенно, прежде всего, более ценная жизнь вашей сестры-инфанты. Вы уже слишком много разговариваете, барон, при этом забывая самое главное. Знает моя сестра о моем прибытии. Где она? В настоящий момент, Ваше Величество. Где она? В руках пиратов. Да, Ваше Весочество. Барона не хватает смелости, чтобы сказать правду. Только от меня, солдата, вы знаете правду. Ваша сестра находится в руках Надира Аль-Крима. Но почему он тогда напал на мою карету? Почему он захватил мою охрану? Чтобы привезти меня сюда? Ваша Светло, здесь пиратов, это как погода в марте, непредсказуемо и непоследовательно. Мужчины и корсары не так гениальны. Если бы они поняли, что Надир Аль-Крим не все сделал, чтобы вас заполучить на борт своего короля. Что вы сказали? Он действительно требовал, чтобы я прибыла на его корабль в самом деле. Раз бы вы не знали об этом? В то время, как вы заперли в своей комнате и ждали, на вашем месте находится эта бедная девушка Анжела. Она пошла на корабль. Я думаю, это был план кого-то из замка. Но это подло. Если кто-то и должен был принести себя в жертву ради инфанта, так это я. А вы, Виконте, ничего не знали об этом? Да, я знал, ваша Светлость. Но это должно было вас спасти. И вашу честь. Виконте, моя честь, мужчина в случае необходимости защитит своим клинком, а не с помощью обмана. Бедная девушка. Что за позор. Роза, компетенция инфанта испанской. Прошу вас сопровождать меня в замок. Но никаких «но» это приказ. Вина полностью на нем. Он, барон, со своей скупостью, я выделил необходимые средства для поддержки битвы. Что вы говорите, капитан? Я с трудом верю в ваши слова. Спросите барона. Это правда, что вы не готовы были к обороне, барон? О, ну, нет, они на меня напали. Я был однако... Это показывает вам, ваше высочество, что замок в руках барона является слабым местом вашей защиты. И как его же командовать здесь прихоматом такому сладату, как я? Я никогда этого не забуду. Итак, где же этот корсар? Откройте это здесь. В конце коридора есть ход, который выйдет вас за пределы замка. Анжела, я обещаю, мы еще увидимся. Мы никогда не увидим друг друга более... Я не понимаю. Вы что-то скрываете от меня, что же? Что это? Я должна... Говорите, что такое? Я должна в монастырь. Ах, понимаю. Я вижу, так хочет устроить Де Кармона из мести. Что вы делаете? Они будут вас ловить. Я не могу вас оставить. Я добьюсь справедливости и для вас, и для себя. О, Господь, моя судьба теперь в Твоих руках. Используй свои инструменты, чтобы праведность и справедливость восторжествовала снова. Субтитры создавал DimaTorzok Достаточно уже слов. Необходимо спасать мою сестру. Корсары Надин Аль Крым скоро будут в наших руках. Замок окружен, и он уже практически наш заключенный. Он не может сбежать, и будет вам доставлен, Ваше Величество. Скоро тело изменника будет болтаться на виселице. А лучше повесить его на стенах бойниц. Капитан, а зачем так на слово, вместо того, чтобы его сюда доставить? Он уже здесь. Взять его. Он предатель. Стойте. Я прошу меня выслушать, Ваше Величество. Я сюда пришел по собственной воле. Итак, говори. Мой меч в ваше распоряжение. Я Павло Ди Вальверде. И я этого человека обвиняю в убийстве. Ваше Величество, прикажите ему замолчать. Я не могу принять того, что этот предатель меня оскорбляет. Этот человек имеет полное право говорить. Моя любимая сестра, я счастлив снова увидеть вас невредимой. Ах, я так же, сир. Теперь скажите мне причину, почему вы защищаете этого человека. Ваше Величество, я не знаю, в чем его вина, или что он сделал неправильно. Тем не менее, я знаю, что с его семьей поступили плохо. И при этом еще от нашего имени. Сегодня утром он вел себя очень почетно, когда подготавливали мою карету. В то же время велась здесь хитрая игра, жертва которой совершенно невиновна. Кроме того, что меня предали, и не нашлось никого, кто готов был использовать свою жизнь для моего спасения. Поэтому, Ваше Величество, я считаю этого человека достойным говорить с вами. Итак, теперь говорите, если вы уверены, что сможете доказать выдвинутые вами обвинения. Спасибо, Ваше Величество. Этот человек, который скрывается под чужим именем, имеет настоящее имя Хуга Ван Берг. Это на его совести, он разрушил, погубил мою семью. Его последняя жертва, мой брат. Ваше Высочество, не верьте в это все, это клевета. Ваше Величество. Я была там, когда брат графа Вальдердем умирал. Я слышала его предсмертные слова. Этот человек действительно Хуга Ван Берг. Заключен был братом Надира? Да. Его здесь пытали, он убил его. Почему это делали? Какое отношение вы имеете к Хуга Ван Бергу? Ваше Величество, я... Мне нужна только правда, иначе вас повесят. Только правда, я сказал. Как это есть на самом деле? Говорите. Только правду. Да, это он, Хуга Ван Берг. Он хотел прибрать к себе замок и богатство Вальберде. Он был графа, а мальчика бросил в тюрьму. Он поделал распоряжение и действовал от имени Вашего Величества. Уже это само по себе заслуживает веселиться. Он сбежал, он на территории замка. Пауло! Пауло! Оставьте его. Ничего не предпринимайте. Проговоры бы несет Бог. Проговоры бы несет Бога. Проговоры бы несет Бога. Вадим! 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 Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! 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 Эй! Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! КОНЕЦ Какое авантюрное путешествие. Если подумаешь, что вы сейчас были бы в руках этих корсаров, тем не менее, все кончено. Главное, чтобы они не вернулись. А если они это сделают, будем снова праздновать? О нет, это будет не пиршество, а свадебный ужин. Давай, моя девочка, идем быстрее. Перевод с немецкого и озвучивание фильма сделано с откор. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ